К нашему эфиру присоединяем Ивана Варченко, эксперта по вопросам национальной безопасности. Иван, рады приветствовать. Добрый день, слава Украине! Героям слава! День добрый. Иван, вопрос, который назревает и довольно актуален после назначения нового главкома. Какие главные вызовы сейчас стоят перед командой Сырского? Я думаю, главный вызов у нас не изменился на протяжении многих лет. Это борьба с Россией, это остановить российскую агрессию сейчас, изгнать врага из нашей земли. Ну а что касается, опять же, заданий, которые стоят перед этим, я бы сказал, что сейчас ожидание, конечно же, ожидание того, что эта команда сможет в какой-то мере усилить сейчас наши украинские позиции. Хотя мы находимся в достаточно тяжелом положении сейчас в связи с тем, что наши партнеры заняты, значительная часть наших партнеров заняты политическими дискуссиями и систематической помощью Украины, как это было в 2022-м, в первой половине 2023-го года. Сейчас не наблюдается, возможно, этот период, опять же, закончится в ближайшее время, возможно, затянется. Но это вызов, опять же, это вызов, как с минимальными ресурсами, опять же, справиться с теми заданиями, которые стоят об остановке врага, который, в свою очередь, о враге говорю, сейчас уже старается мобилизировать все свои резервы, ресурсы с тем, чтобы дать хотя бы какие-то положительные для себя тенденции на украинско-российском фронте перед президентскими выборами. И это понятно. Второе, что очень важно, Россия очень хочет показать, что Украина – это та же Россия, и украинская армия – это маленькая советская армия, которая рано или поздно будет сломана, если там нет массы западного вооружения. Мы понимаем, что не для России, а именно для наших западных партнеров мы должны продемонстрировать, что мы точно не маленькая советская армия. Что традиции, в лучшем понимании этого слова, советского офицерия и, в принципе, солдафонщины, которые были очень глубоко прижились, в том числе, к сожалению, в Украине, эти традиции совка, они будут искоренены, и сегодня мы не позволим себе пойти по простому пути, по простому пути, тогда, когда они честь и желание свободы, осознание собственного достоинства у каждого бойца, каждого подразделения, в принципе, в целой нации, а страх будет движущей силой, страх движущая сила в России. Поэтому, конечно, очень важно в том, чтобы эта команда никоим образом не нарушила того понимания, что именно честь, достоинство и желание свободы движет украинская нация и каждым украинцам, даже при том, что не каждый украинец этого понимает. И ясно, что то, чем отличалась украинская армия, мы никогда не позволяли себе мясных штурмов, мы говорили о том, что ценен каждый боец, ценен каждое подразделение, при этом мы понимаем очень хорошо, что во время войны бывают ситуации, когда нужно принимать очень тяжелые решения, защищая свою страну, и вместе с тем, исходя из этой ценности, человек, профессионал и дисциплина, которая обуславливается, опять же, не страхом, не желанием заработать денег, а прежде всего пониманием того, что так ты становишься эффективней, так становится эффективным твое подразделение, вместе с теми вооруженные силы Украины, силы обороны Украины эффективней, когда и дисциплина. Но вот это понимание, именно то, что отличало, очень существенно отличало украинские силы обороны от нашего врага. Поэтому, конечно же, сохранить хорошие традиции, не дать возможность возродиться в СООК, это тоже один из серьезнейших вызовов для сегодняшней команды. Ну и ресурсы. Ресурсы – это адекватный, совершенно адекватный диалог с нашими партнерами, адекватный диалог с обществом, умение сформулировать, сформулировать идеальную конструкцию сильного, сильных сил обороны и двигать и общество, и наших западных партнеров, и не только западных партнеров к тому, чтобы эту идеальную конструкцию защиты сформировать. Ну вот такие, наверное, главные вызовы. То, что касается вооружения, оружия, они остаются те же. Мы понимаем, что нам нужны артиллерия, артиллерийские боеприпасы сейчас в большом количестве. У нас нужен очень важный акцент. Это беспилотные системы сейчас, и летающие, и плавающие, ходящие, ездящие по земле. Нам, в-третьих, нужны системы противовоздушной и противоракетной обороны. Это очень важный компонент. Нам нужны системы радиоэлектронной борьбы, позволяющие защитить наши позиции, и позволяющие открыть пути к тому, чтобы наши ударные системы могли более точно, более серьезно уничтожать врага. И нам, конечно же, для того, чтобы освобождать захваченную землю, нужны системы, современные системы разминирования и прохода в минных полях. Это пять компонентов, наверное, очень важных сейчас, позволяющих нам двигаться вперед и к победе. Да, вы очень правильно заметили, что разминирование – это действительно большая проблема, ведь россияне все, что они делали в последние несколько месяцев, они окапывались и минировали. Но и сами же гибли на этих же минах. Очевидно, родственники мобилизованных понимают, поэтому и выходят на какие-то акции в той самой Российской Федерации, пытаются вернуть своих родственников домой. Но если вот была такая раньше ситуация, что они выходили, эти жены, кто-то еще выходили, их не трогали. И мы говорили о том, что у Путина выборы, что ему нужно быть хорошим царем, а сейчас видим, что все-таки начинают разгонять эти протесты. Как вы считаете, тенденция к тому, чтобы люди выходили, она будет усиливаться, либо это единичные случаи, которые ни на что не повлияют? Будет усиливаться. Однозначно, пока мы боремся, пока мы уничтожаем врага на нашей земле, пока очередной россиянин получает дозу рационального понимания действительности, когда его родной или близкий гибнет в украинском поле или возвращается к олегой, это очень отрезвляет, очень. Конечно же, такой запущенный болезнями организм, как российский, понятно, что он стоек даже к сильной дозе таких лекарств. Но вместе с тем, однозначно, таких акций протестов будет больше. Чем дальше они будут все более агрессивными, это без вариантов. То, что Россия, опять же, не способна идти на лайт-вариант, они бы с очень большим удовольствием в преддверии выборов, конечно же, показали бы человеческое лицо своего президента и своей силовой системы. Но им это не удается, поскольку простые решения, они превалируют сейчас над любыми дипломатическими сложными конструкциями переговоров, обещаний и всего остального. Ну и, как видим, что, опять же, даже густая грубая пропаганда уже не имеет такого влияния, как имела еще немножко раньше. Поэтому, конечно же, силовикам будет сложнее находить какие-то тонкие решения, лайт-решения, решения, позволяющие показать Путина как отца нации, а не как диктатора. И они будут прибегать, конечно, лишь к силовым методам. Однозначно будут прибегать к силовым методам. Вместе с тем, есть здесь еще одна сторона медали, то, что быть очень грубыми, быть совершенно беспощадными силовикам тоже нет резона сейчас большого, поскольку они понимают, что что-то пошло не так. На России не все так хорошо, каким бы этого хотелось. У них не растут зарплаты, как росли раньше, растут цены, у них появляются свои проблемы, они видят ненависть к россиянам во всем мире, они все это наблюдают, конечно же, и думают, как бы чего не вышло. Поэтому рвение и неистовство в том, чтобы разгонять митинги, у них тоже не будет. И это окно возможностей, в некоторой мере окно возможностей для протестантов. Да, вот такие легкие разгоны будут, конечно же, демонстрировать верность, как псы, своему патрону, они будут. Но это не будут кровавые разгоны. В этом я тоже почти уверен, говорю, поскольку эксцесс исполнительно может быть, конечно же, и совершенно одурманенные, не ощущающие реальности российские силовики, могут пойти, конечно же, на очень жесткие методы, понимая, что они абсолютно прямо привязаны к Путину и будут тонуть вместе с ним. Поэтому, конечно же, они будут стимулировать к жестким методам, вместе с тем общая масса силовиков будет стараться думать. Да, все это происходит непосредственно у нас на глазах, но пока есть доступ к этой информации из Российской Федерации, поэтому будем следить за развитием событий. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Большое спасибо.